Поговорим сегодня о наших финансах. Эту тему мы затрагиваем периодически, чтобы не происходило на российских фондовых рынках, на мировом финансовом рынке. Но сейчас ситуация, как мы, наверное, все ощущаем, требует консультации специалистов. Эту консультацию мы в эфире и дадим. Но из последних заголовков. Треть россиян планируют открыть новые вклады в банках на фоне экономических санкций. Вот из, наверное, приятного, у кого вклады лежат в банках, сегодня стало известно, что ставки в банках повысились. И если раньше максимальные были 5-7%, то сегодня уже 20-25% обещают банки вот такие годовые проценты. Подумать только, за минувшие сутки один из крупнейших системообразующих российских банков, который красненький с буквой А, сказал, что за сутки открыл 100 тысяч новых вкладов. Ну, просто чтобы оценить сумму. Что делать с деньгами? Есть ли смысл их вкладывать? Или, может быть, поступить, как большинство россиян, которые, согласно статистике, с деньгами не планируют делать ничего в это время? Это мы все обязательно обсудим с нашими экспертами в студии. Присоединяйтесь, пишите комментарии в нашей группе Нижний Новгород день за днем. Если есть что сказать по теме, пишите сообщение. Звоните 434-34-77. Таков телефон прямого эфира. Ну, а сейчас обратимся к одному из легендарных мест Нижнего Новгорода. Я думаю, что мы сможем это сделать. Да, Оксана, тебе нравится Канавинский мост? Скажи, пожалуйста. Да, мы не раз уже обращали внимание на эту точку притяжения в Нижнем Новгороде. И прямо сейчас тоже отправимся в путешествие в некий тест-драйв по дорожке под Канавинским мостом. Ну, и тот факт, что Канавинский мост подсветку получил. Кстати, теперь, насколько я знаю, с подсветкой все мосты в Нижнем Новгороде. И Канавинский, и Метромост, и Малитовский. И Малитовский, и Малитовский. Все мосты подсвечены. Но Канавинский, конечно, выглядит великолепно с такой подсветкой, которая есть сейчас. Но мы возвращаемся к нашей основной повестке на день сегодняшний. Попросим наших экспертов дать нам советы. Что делать, если есть у вас хоть какие-то денежные запасы? Тратить, вкладывать, оставить все как есть? А самое главное, давайте обратим внимание прямо сейчас на цифры, которые представили социологи. Что вообще россияне обо всем этом думают? Да, ну вот смотри, треть россиян задумались об открытии новых вкладов на фоне вот этих всех западных санкций, всевозможных вот этих экономических споров, экономических баталий. 58% россиян, что интересно, не намерены вообще совершать каких-либо действий с имеющимися на счетах средствами. То есть вот 60% вообще, ну а чего бегать вот это, да? Чего где-то искать какие-то проценты, выгадывать из банка в банк, что-то снимать где-то? Ну потому что рубль, он и есть рубль, он никуда не исчезнет, да? Ну может быть там чуть подешевле будет, еще чего-то. Многие сейчас в совмещении думают, не снять ли денежные средства себе под подушку. Но когда они дома, как-то надежнее, когда ты ощущаешь вот эту денежную массу в большом количестве, небольшом, но по крайней мере не переживаешь, что ты придешь в банк, а тебе ее не дали. Так вот 9% это практически каждый десятый из нас думает о том, что не снять ли денежки домой. Ну а 37% респондентов сейчас думают воздержаться от лишних трат, не тратить деньги направо и налево, быть чуть поэкономнее. А треть планируют скорректировать свои бюджеты. Да, ну и вот много всевозможных вариантов, потому что много каких-то возможных развитий событий, куда чего делать. К нам на связи должна присоединиться прямо сейчас финансовая советник Наталья Смирнова. Просим включить ее видеосвязь. Мы все-таки телевидение всегда хотим с нашими экспертами, что называется, тет-а-тет, видеться лицом к лицу. Если это возможно, попросим Наталью это сделать. Да, ну вот я не знаю, вот у кого может быть средств вообще никаких нету и вопросов-то не стоит, куда все эти деньги девать. Нет и нет и ладно. Есть и звук, и картинка. Мы рады и благодарим Наталью Смирнову, независимому финансово советнику, что нашла время с нами пообщаться, потому что Наталью буквально закидали и журналисты, и в личных вопросах за консультацией обращаются все, что в этой ситуации делать. Наталья, добрый день. Да, здравствуйте. Вы успеваете выспаться? Нет. Но выглядите при этом прекрасно, хочу я вам сказать. Хотя остановка все-таки немножко нервная, скажем так. Что делаете, как обстоят сейчас дела на финансовом рынке? Вот можно это в двух словах сказать или нужна лекция на полтора часа? В двух можно, но это непечатно, поэтому не буду. Хорошо. Но все-таки попытаемся сосредоточиться на каких-то практических, может быть, советах. Да, вот большинство все-таки нашего населения деньги, если есть, то это какие-то рублевые вклады, вот лежат они там и лежат, какие-то там проценты, два, три, пять максимум. Вот этим людям сейчас есть смысл куда-то эти деньги переводить, открывать новые вклады под 20%, как сейчас многие коммерческие и крупные банки предлагают, или в этом смысла нет? Ну, смотрите, давайте рассуждать логически. Вот если есть рубли, то если их никуда не девать, то это будет доходность ноль. Если их положить под 20 годовых, то это будет 20 годовых. Ну, хорошо, чуть меньше, потому что будет еще налог, если положить в достаточно крупную сумму. И за год процентный доход превысит 85 тысяч рублей. Поэтому мое мнение, если выбирать между нолем и 20 процентами, 20 лучше, чем ноль. Если это будет в банке системной значимости, я здесь не вижу рисков что-то сделать с вашими деньгами, деньгами, куда бы не поставить ударение. Но если эта ситуация, которая сейчас происходит, она затянется, то есть риски, что инфляция будет выше, чем 20 процентов, и вклады не смогут ее побить. Но если бы все положили в кэше, вы были бы в еще более плохой ситуации. Под подушку складывать ни в коем случае нельзя. Вот есть все-таки основу старшего поколения, да, вот такая привычка снимать. Деньги все-таки должны работать. Наталья, ну вот сейчас многие мои знакомые, у которых есть хоть какие-то небольшие накопления, но думают о том, что наличность ничего, даже если она лежит на счету в банке, не снять ли и не купить недвижимость. Потому что недвижимость, ну это все-таки четыре стены какие-то есть. Вы верите в то, что недвижимость может восполнить тот финансовый пробел, который может случиться, если наличность останется невостребованной? Ну, давайте рассуждать логически. Смотря на какой срок мы планируем эту покупку. То есть если вот, еще раз, логически, эта вся ситуация, например, надолго. И человек сейчас закупается недвижимостью. Объективно, если он хочет, чтобы потом цены на недвижимость выросли, то на основании чего они могут вырасти, если сейчас все те, у кого что-то осталось, ломанутся в недвижимость, ставки по кредитам сейчас 20 и выше. И если вы потом кому-то захотите это перепродавать, то это будут люди, у которых уже меньше денег, покупательная способность снизилась из-за скачка цен, ипотечный спрос резко убился за счет роста ставок. И откуда возьмутся те люди, которые с радостью купят вашу квартиру втридорого? Ну вот просто объективно. Наверное, их не будет. Конечно, когда все закончится, когда опять же ставку вернут на нормальный уровень, когда люди вновь поймут, что да, можно опять заниматься темой с недвижимостью, возможно, что вы заработаете, если вы купите недвижимость. Но это нужно делать тщательно, подбирая объект. Оценивая перспективу не на здесь и сейчас, а хотя бы на несколько лет вперед. Потому что не факт, что вы сможете быстро и с выгодой для вас от него избавиться в ближайший месяц-два-три, что называется, по-быстрому. Так как это работало год и два назад, когда цены росли на все вот так, на недвижимость, на фондовом рынке и так далее, эти времена временно прошли. Наталья, но если, иными словами, для детей купить какую-то квартиру на будущее, чтобы они в ней жили, создавали семью, то вот это можно. Это нормальная история, если не ожидать каких-то там... Честно, вот если сейчас детям не 17 лет, и они не завтра переезжают, и вот так вот прям остро не стоит, то зачем сейчас покупать что-то для детей? Уверены ли вы, что дети захотят... И сейчас вот безотносительно патриотизма. Вы знаете, где дети захотят жить? Нет. Если дети маленькие. Это у вас прям офигенно свободные деньги? Вряд ли. Наверное, лучше бы эти деньги сейчас, в нынешнее время оставить для личных нужд. Уверены ли вы, что дети захотят жить именно в этой квартире, которую вы купите? Особенно если детям сейчас 10 лет. И потом через 10 лет, что будет с этой квартирой? Поэтому вот так вот впрок сейчас деньгами распоражаться не надо. Когда детям потребуется, вот тогда и принимать решение. Потому что сейчас, что будет через 10 лет в этой стране, я не скажу. И у меня, например, нет детей, но если бы они сейчас были, там, 2, было бы года, 2, 3, 4, 5, вот сейчас точно бы не покупала недвижимость на будущее, потому что сейчас у меня вообще нет понимания, где бы они захотели жить. Понятно. Ну да, здесь такая тема очень долгая, дискуссионная. Еще один вопрос от наших зрителей. Можно я еще спрошу? Да, Наталья Инвестиционный, советник в том числе. Вот что делать сейчас с акцией? Мы вот прямо до эфира за минуту посмотрели, сколько, Илья, стоит акции Сбербанка? На Лондонской бирже 1 цент одна акция стоит. Не вложится ли нам Сбербанк? Ну вы не купите, мне кажется, сейчас торги-то закрыты. Ну, торги закрыты у нас, за рубежом-то они открыты. И если вдруг у нас есть люди, у которых есть счет за рубежом, то если человек готов, вот буквально за 10 минут до эфира мне звонили клиенты, и у которых счета за рубежом, они не попали под санкции. Ну, в смысле, что они попали, чтобы там, что больше пополнять нельзя, но тем не менее, тем, что там есть, можно распоряжаться. И они говорят, я хочу купить Сбер, Газпром и так далее по тем деньгам, которые, по тем ценам, которые там есть. Я говорю, худший сценарий, вот прям худший, это делистинг непонятно по какой цене. Лучший сценарий вы можете получить 50 и 100 годовых. Вот выбирайте, лишиться всего, вот худший сценарий, если я даже не знаю, к чему мы придем, либо заработать 50, 100 и, может быть, даже больше годовых. Вот когда мне человек сказал, я готов потерять все, что я вложу в Россию, я говорю, хорошо, я подберу портфель зарубежных, ну, наших активов, которые торгуются за рубежом. Проблем нет. С таким посылом можно. Любопытно, весьма-весьма. Ну, давайте еще один вопрос обсудим. Наталья, кому сейчас везет? У кого есть какая-то рублевая наличность или долларовая? Потому что доллар и евро тоже под вопросом по поводу хождения в нашей стране. Что делать с долларами и евро? Продавать или оставлять вклады, как есть, не трогать уже их? Вы знаете, я против каких-то скоропалительных решений. И если у человека есть доллар и евро, ну, первое, я бы держала их в банках вне санкций, вне блокирующих санкций, я имела в виду. И второй момент, запрета на валюту пока я не вижу. Есть запреты временные на переводы на свой личный счет за границей, банковский или брокерский. Но запрета владеть валютой у нас нет. У нас есть и вводятся ограничения, но пока еще непонятно какие, на инвестиции в иностранные ценные бумаги, ну, скажем так, недружественных стран. Но пока детали этого не ясны и требуется пояснение. Поэтому сейчас избавляться из валюты, которая не запрещена, но при этом она является достаточно стабильным подспорьем в нынешнее время, я смысла не вижу. Потому что я не могу вам сказать, что вот все, вот это падение рубля – это предел. Все может быть сейчас. Диверсификация, если вы уже в валюте, оставьте. Оставьте. Если вы в рублях, не надо огульно сейчас закупаться валютой, потому что если все будет нормализовываться, мы можем увидеть рубль гораздо сильнее, чем он есть сейчас. Но вот сейчас огульно покупать по 110, по 120 долларов и так далее, что вы с ними сделаете? Положите под подушку, а где гарантия, что рубль продолжит дальше падать? Гарантий нет никаких. Поэтому сейчас я бы такой режим стендбай, ничего не делать. Вот, это самое главное. Никакой паники. Если вот вы персонально, да, из нашей телезрители кто-то под санкциями, о которых вот я уже соискал, вот по большому счету вам не надо сейчас паниковать, что-то перекладывать из одной корзины в другой. Зафиксируемся, ждем каждый вечер, каждый день. Событие меняется стремительно, и новости просто идут валом. Вот только ради хотя бы вот таких советов с Натальей и стоило сегодня поговорить в эфире. Наталья, спасибо большое за возможность. Благодарим, что нашли минутку и пообщались с нами в прямом эфире. Независимый финансовый советник Наталья Смирнова была с нами на видеосвязи. Пытались понять, где сейчас приоритеты финансовые расставлены. Доллары, евро, рубль, что с этим делать. И, кстати, самое главное, без скоропалительных решений. Если нужна консультация, финансовые советники, профессиональные, вам в этом помогут. Да. Еще одна, наверное, приятная новость для тех, у кого есть какие-то финансовые накопления. Сегодня стало известно, что крупнейшие российские банки готовы поднять ставки по вкладам. Причем поднять прилично до 23% годовых. Давайте отметим, что все последнее время банки снижали эти процентные ставки. Вклады были с минимальной какой-то выручкой 5-7%. А сегодня говорят о том, что можно заработать от 17% до 23% годовых. Ну, звучит хорошо, потому что раньше такие проценты были только в микрофинансовых организациях. И то, если ты берешь там так называемый микрозайм. Сейчас вот речь о том, что вклады действительно могут стать некой такой тихой гаванью для накоплений наших сограждан. Но вот есть, конечно, нюансы. Например, один из крупных банков зеленых, системообразующих, сказал, что вот эти вклады с 20% годовых, это для тех, у кого 100 тысяч и больше. Просто вы прикидываете, да, какие-то ваши денежные средства. Если у вас вот есть 100 тысяч и больше, их можно переложить как раз на какой-то вклад, вот такой под новые проценты. Если меньше 100 тысяч, ну, эти деньги, возможно, стоит тратить в таком же режиме, как вы их и тратили до этого, и ничего не изменится. Но есть два нюанса. Во-первых, выбирая банк, не ошибитесь, потому что есть банки, которые уже под санкциями, есть банки, которые держатся стабильно. И второй момент, о чем говорил наш предыдущий эксперт, что если ваша выручка от вкладов за год будет 83 тысячи, то и больше, то дальше мы будем платить налог с этой суммы. То есть 83 тысячи минус еще налог, это по итогам, например, 2022 года. Все нужно посчитать, но уже хорошо, что заработать на этом можно. Вообще не понимаю причин паники, пишет нам Максим в группе ВКонтакте «Нижний Новгород день за днем». Зачем сейчас что-то куда-то переносить и тем более снимать деньги под подушку? Рубли внутри нашей страны как ходили, так и ходят. Карточки мир никто не отменял. Наоборот, на панике и спекуляциях зарабатывают миллионы. Поэтому, друзья, давайте будем просто делать все, как делали до этого. Ну, это то, о чем мы говорили. Вот такое сообщение. Кстати, раз уж мы заглянули в группу ВКонтакте «Нижний Новгород день за днем», может быть, и посмотрим заодно, что вы нам присылали в эфир с просьбой показать. Давайте это сделаем. Прямо из позитивного. Лед тронулся, пишут наши телезрители, обращая внимание на следующие видеокадры. Хотя накануне мы тоже говорили о том, что... Реки вскрываются. Если посмотреть на окон, на протоку, которая ближе к площади Ленина, она уже безо льда. И вот следующие видеокадры, которые прямо сейчас посмотрим. Реки вскрываются. Весна идет весне дорогу. Это видеокадры от 28 февраля, последний день зимы 2022 года. И уже у нас второй день весны. Хотя, знаете, я заглянула на Гесметио, это такой портал о погоде, на ближайшие две недели. Так вот, погода в Нижнем Новгороде на праздничные дни не заставит нас как-то погулять особо. Минус. Минус, причем минус приличный. Ночью до минус 19 градусов. Не убирайте пока зимнюю одежду далеко. Ну что ж такое, я только хотел курточку полегче. Но вот есть люди, которым любая погода нипочем, особенно если есть любимое хобби. Среди них байкеры-мотоциклисты. Вот накануне сумасшедший байкер, как написал наш телезритель, был замечен в Нижнем Новгороде. Вот представляете, еще все-таки минус. Не плюсовая устойчивая температура. Но человек это не останавливает. Он открывает мотосезон. Посмотрим видеокадры, снятые очевидцем. Сезон уже открытый. Молодца, мужик. На улице минус один. Радар на 60. Объект в Луне. Минус один на улице. Ну, лишь бы вот ровных дорог, да, на соблюдение правил дорожного движения и полной безопасности. Слушайте, мне кажется, а чему удивляться? Всю зиму в Нижнем Новгороде проездили курьеры служб доставки. Вот этих вот зелененьких, желтеньких, да, малиновых курточках. Поэтому это, знаете, так, детский сад. Но мы рады еще, что вам сообщить, что группа ВКонтакте Нижний Новгород день за днем, где мы с вами общаемся, и материалы, которые мы презентуем в нашем эфире, еще становятся местом, куда и официальные структуры присылают свои ответы на ваши какие-то жалобы, на ваши замечания. Вот мы сейчас подборку вам продемонстрируем. Вот накануне была жалоба по поводу 19-го автобуса, который ездит на Бару, где ни кондуктор, ни водитель не обращают внимания на замечания пассажиров и высаживают пассажиров прямо на ходу. Давайте посмотрим видеоматериал, а потом узнаем ответ от Министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Я выйду тогда, когда автобус полностью прекратит движение. Пятый раз номер автобуса. На попытке воспитать водителей и кондуктора этого маршрута на Бару отреагировало Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Есть ответ в нашей группе ВКонтакте. Сигнал принят и передан в Борское пассажирское автотранспортное предприятие. Будут проверочные мероприятия. Если все подтвердится, то у Минтранса есть необходимый арсенал, чтобы привлечь перевозчика к ответственности. В этом суть ответа, чтобы уж не читать добуквенно. Ну и Министерство транспорта просит извинения за доставленные пассажирам неудобства, в том числе эмоциональные. Ответ можете увидеть в нашем сообществе. К Министерству транспорта много вопросов. Особенно, когда зима заканчивается, лед исчезает, снег исчезает. Остаются дороги в не очень презентабельном виде. Также на этой неделе мы показали еще одну жалобу. Люди жалуются на плохую дорогу. Участок между поселком Мухтулово, Тарнатовский район, и поселок Сосновское. Асфальт растаял вместе со снегом, сказали наши телезрители, и видеокадры приложили. Лепота. Да, малыш? Класс. Ну и так уж вышло, что Министерство транспорта и автодорог и здесь. Ответ нам тоже прислало на опубликованный пост в группе ВКонтакте, где говорится следующее. Дороги находятся в неудовлетворительном состоянии из-за строительства федеральной трассы М-12. Минтранс и район администрации систематически в письменном виде уведомляют госкомпанию Автодор, который строит трассу М-12, о необходимости принимать соответствующие меры для скорейшего восстановления поврежденных участков. В настоящее время на некоторых дорогах они уже приступили к щебенению. Ну, как минимум, да, дырки вот эти вот и ямы закроют, дорогу выровняют. И снова Министерство транспорта просит у наших телезрителей извинения за неудобства. Опять же, с ответом можно ознакомиться. А вот жалобы, которые мы в эфире не показывали, но которые некоторое время назад появились в группе ВКонтакте, в нашей, мы не все, к сожалению, в эфире показываем. У нас не хватает для этого времени возможности прислали нам фотографии. Это было еще в День защитника Отечества. Подземный переход на стрелке. Проблеме второй год, проблемы с освещением и, собственно, с самим состоянием подземного перехода. Есть фотографии, по ней, вот, трудно понять, но там отсутствует часть канализации. Или вневка отсутствует, освещение отсутствует, поэтому есть ответы. Сразу два ответа от мэрии и от Центра управления регионом. Значит, смотрите, Центр управления регионом ЦУР Нижегородской области эту заявку увидел, поймал, зафиксировал и отправил в администрацию Нижнего Новгорода. И уже потом администрация Нижнего Новгорода, спустя какое-то время, дает свою реплику. Все будет отремонтировано. Вопросов быть не должно. Ближайшей весной. Проследим, да, просим нашего телезрителя, который отправлял нам эту фотографию, посмотреть, действительно ли все вернется на круги своя и снова прислать нам материал в эфир программы «День за днем». И прямо сейчас отправимся в путешествие по районам Нижегородской области. Начнем с северных районов. Фуренское направление нас заинтересовало, потому что там живут люди, сильные духом. Причем молодой человек, да мальчишка совсем. В селе Большое Горево сам потушил практически пожар в своем доме, но, по крайней мере, мобилизовал всех людей, а мог бы убежать, спрятаться и спасти только самого себя. Но спас не только себя, но и свою семью, и свой дом. Последние недели февраля в селе Большом Гореве только разговоров, что о 12-летнем Владиславе Чамине. Семиклассник в одиночку до приезда пожарных самостоятельно потушил открытый огонь в доме. Вот тут горело, там это, как его, как сказать-то, загорела сажа в трубе. Труба была в притную, это ошибка папы. Что еще? Слава Богу, что соседи вовремя увидели спать еще не, как сказать, половина-то уснул, там мой брат младший и сестра, а мы, взрослые-то, еще не спали. Поздним вечером соседка Чаминах увидела, что у них горит конек крыши. Она тут же позвонила матери. Выбегаем на улицу, у нас там пламя. Я, этот, мама говорит, что делать, я такой говорю маме, на крышу лезть, пожарку вызывать. А на какой номер? Это 112-01, кричу. Я не знаю, как я залез на крышу. На чердак. Я вижу передо мной, надо мной, как сказать, огонь и вижу головешки уже, ну, тлеют, горят. Мне начали в то время, но огонь был, пошел он по козырьку, то есть по коньку. К приезду пожарного подразделения открытый огонь подросткам был ликвидирован. Мне подавали ведра, я через дырку брал их, на себя, зато помылся. Сразу холодный поток, ух, как до мурашек. Но потом мама додумалась воду теплую подавать, потому что, понимаешь, на меня все летит. Был, как сказать, почти весь грязи, то, что я начал на себя, там еще пепель летел в разные стороны. Было страшно, страшно было, жарко нет, так сказать, чутка страшно. Ну, даже, знаете, страшно это не сказать было, это просто было все на эмоциях, непонятно, что делать, что, все. Но самое главное, это не растеряться и, как его, не соблюдать, не паниковать. Тут сразу же началось, как его всех маленьких собрали, отправили бабушке с документами важными. Потом нам, как его, пожарные приехали, три машины. Вот, потом, сначала наша потушила первая, потом Муренская подъехала, там полкрыши снесло. Мальчик может и не славиться отличной учебой, но на редкость добрый и самостоятельный ребенок. Для мамы первый помощник поделилась классный руководитель Владислава. Добрый, отзывчивый, все поручения выполняет с удовольствием, никогда не отказывает, значит, кому-то в чем-то помочь. Ну, с учебой, конечно, у него не очень складывается, но он старается. Увлекается футболом. Вот недавно они организовали команду Барселону, ему это очень нравится. Помогают они пожилым людям, видела, значит, скидывают снег с крыши, и так где-то кому-то дорожки разгрести. Сколько раз разговаривала с матерью Влада. Влад дома очень хорошо помогает, много делает по дому. Ну, семья у них многодетная, четверо детей, да, один уже мальчик взрослый, ему 19 лет, у него своя семья. И, значит, дальше идет Влад, потом Геля в третьем классе, и еще один мальчик посещает детский сад. Ну, что могу сказать, добрый, добрый, отзывчивый, неконфликтный. В классе ребята его любят. Неудивительно, что совершил такой поступок. За смелость, мужество и отвагу, проявленную при тушении пожара, 25 февраля Владислав Чамин был награжден благодарностью и подарком начальником Уренской пожарной части Тимофеем Рябовым. Уважаемый Владислав Алексеевич, выражаем, мы дарим тебе, наша пожарная часть, благодарственное письмо за активное участие в умелое действие по тушению пожара, произошедшего 16 февраля, село Большого Горева, улица Труда, дом 28. Поэтому поздравляем, мы тебя, всех благ, всего-всего, самого наилучшего, так же держать, так же оказывать подействие, содействие. И вот от нас маленький президентик, маленький сад. Спасибо большое. Давай, так вот, грамотно вставай. Да, спасибо тебе. Данный поступок, он заслуживает сильного уважения, уважения с нашей стороны, потому что правильные и грамотные действия повлияли на успех и хорошее тушение пожара. Пожар не развился, в результате чего были получены малые затраты, малый ущерб по тушению данного пожара, в результате данного пожара. Владислав с первого класса мечтает стать профессиональным спасателем. В местной пожарной части ему уже пообещали приберечь местечко, если парень будет хорошо учиться. Подаю ствол ГПС-600 на тушение пожара. Подаю ствол ГПС-600 на тушение пожара. Нам такие нужны, и соответственно на данный момент мы специально проводим данную экскурсию, чтобы он хотел и дальше желал быть спасателем. Ну что ж, честь и хвала, история действительно интересная, для многих может быть поучительная, потому что если у тебя есть мечта, к мечте надо идти в любом случае, да, вот в том числе даже ценой героических подвигов каких-то, вот о чем я хотел сказать. У тебя есть мечта попутешествовать по районам Нижегородской области? Мечта есть всегда, была отдельная мечта посетить озеро Тосканка, которое около Ворсмы, там и монастырь красивый находится, вот слава богу, минувшим летом это удалось, и по озеру удалось, так сказать, круги намотать на лодке. Ну вот как выглядит этот самый монастырь в Ворсме зимой? Интересно же, когда вот нет воды и так далее. У нас есть ответ на этот вопрос, замечательные кадры, которые мы покажем вам прямо сейчас в нашей программе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok